Здравствуйте, меня зовут Анастасия Бойко и в эфире итоговый выпуск программы ДПС. В нем расскажу о том, какие события произошли в Новосибирске и в окраинах на прошедшей неделе, а также о состоянии городских и региональных дорог. Ну а начнем выпуск с информации об автокатастрофах. 23-летний любитель мотоциклов погиб в Коросуке. У молодого человека не было прав на управление, а любительского опыта не хватило, чтобы справиться с таким мощным байком. Во время поездки мотоциклист не смог удержать руль. Ямаха съехала с дороги и врезалась в световую опору. Удар был настолько мощный, что байк разлетелся на части. К сожалению, парень получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Еще один лихач без прав поплатился жизнью за поездку на мотоцикле. Этот инцидент произошел в Колыванском районе области. 34-летний мужчина сел за руль лежа и отправился кататься по селу Новотроицк. Не справился с управлением, технику повело влево. Байк съехал с проезжей части и врезался в дерево. Мотоциклист погиб мгновенно. Был ли он пьян, станет ясно только через несколько дней, когда будут готовы результаты медицинской экспертизы. Водитель ВАЗа стал жертвой автокатастрофы на трассе в Болотнинском районе. Мужчина не смог уйти от столкновения с фурой. В ГИБДД рассказали, легковушка двигалась из Новосибирска в Кемерово. Владелец седана выехал на полосу встречного движения, но не успел завершить маневр обгона. ВАЗ на высокой скорости лоб в лоб врезался в Кенворд. Смерть инициатора ДТП наступила до прибытия скорой медицинской помощи. Также произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Это случилось в Барабинском районе. Виновник ДТП скончался до приезда медиков. Дорожные рабочие убирают с обочин следы вчерашней аварии. Движению транспорта на участке дороги Челябинск-Новосибирск-Иртыш уже ничего не мешает. А это кадры оперативной съемки. Груды искореженного металла, разбросанные осколки и поврежденные машины. Все случилось в половине седьмого вечера. Водитель «Газилинекс» 36-летний, житель Омска, ехал со стороны Новосибирска. В какой-то момент начал обгонять впереди идущий многотонник. Незавершенный маневр сняла камера видеорегистратора автомобиля, ехавшего в попутном направлении. Удар был такой силой, что «Газиль» не просто перевернулась, но и загорелась. Водитель, по словам очевидцев, вылетел из салона. Вероятнее всего, он не был пристегнут ремнем безопасности. 42-летний пилот многотонного «Вольво», с которым столкнулся погибший «Газилист», получил телесные повреждения. Но от госпитализации отказался. После столкновения с фурой неуправляемый автомобиль протаранил встречную «Газель». К счастью, водители пассажира авто не пострадали. Оба были пристегнуты. Фура, желтая «Вольво» ехала переди меня. Сначала снега притормозила, потом резко ударила в тормоз. И после услышанного грохота в меня вошла «Газель» на экстрактургон. Этот участок дороги аварийно опасным не является. Погибший, скорее всего, не учел расстояние до встречного автомобиля. Не успел завершить маневр и вовремя уйти на свою полосу. Причиной данного дорожно-транспортного происшествия послужило, конечно же, несоблюдение скоростного режима. Потому что разговаривали с водителями транспортных средств, которые уже остановились после происшествия. Все, конечно же, возмущались поведением, таким хамским, я бы сказал, поведением водителя «Газель» на экстрактургон, который обгонял транспортные средства, пытался вклиниться между ними. Известно, что погибший водитель дважды был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На момент аварии не имел права управлять авто. В Новосибирске задержали водителя «Бентли», который скрылся с места аварии. В ДТП пострадал пятилетний мальчик. У ребенка рваная рана на ноге. Мальчик с мамой переходили проезжую часть Красного проспекта, не нарушая правил. Владелец дорогой иномарки не притормозил перед разметкой, а после уехал. Инспектору установили личность нарушителя. Это 31-летний местный житель, у которого не было прав на управление транспортом. В отношении автомобилиста составили несколько протоколов. Водителю грозит административный арест на срок до 15 суток. Кстати, еще одна авария произошла под Новосибирском. На трассе пассажирский автобус врезался в грузовик. Очевидцы рассказали в социальных сетях. На участке был сильный туман. Вероятно, он и стал сопутствующим фактором столкновения. Шофер автобуса просто не заметил транспорт, который ехал впереди, поэтому не успел вовремя нажать на тормоз. Несколько пассажиров получили ссадины и ушибы. Серьезная помощь врачей не потребовалась. Ну а на дорогах Мегаполис этим временем стало на 40 автобусов больше. Они будут курсировать по советскому району. Транспорт купили на средства целевой программы «Безопасные и качественные дороги». Новые не фазы, а автобусы повышенной комфортности. Установлены удобные кресла, есть пандусы для людей с ограниченными возможностями. Они выдерживают вес до 350 килограммов. В салоне работает система видеонаблюдения. Кстати, оплатить проезд можно банковской картой. Однако, пока только на 23 маршруте. Водители уже довольны, а пассажиры смогут оценить транспорт с 1 июля. Для удобства, то есть оно воздушное сиденье, вот кнопочку нажал, она опускается. Допустим, мне надо выйти с кабины спокойно. Ну а для движения, вот я опять нажимаю эту кнопочку, воздухом поднимается оно. То есть для регулировки. Также руль регулируется воздушно, как удобно поставить все. Другим темам. Последователей американских Буни и Клайд задержали в Новосибирске. Мужчина и женщина отчислились в розыске за различные преступления, но попались на кражи старенькой Волги. Действие злоумышленников записала уличная камера. Несколько уголовных дел могут возбудить в отношении двух жителей мегаполиса. Мужчина и женщина, вероятно, влюбленная пара, решили среди ночи покататься на машине, которой у них не было. На одной из улиц в Ленинском районе заметили припаркованную белую Волгу. Разбили стекло, открыли двери и соединили провода напрямую. Только двигатель не завелся. Седан пришлось толкать. Инспекторы ДПС заметили автомобиль на третьей Чулымской. Естественно, не смогли предъявить документы. В этот момент в дежурную часть полиции позвонил человек и рассказал, что его избили и украли телефон. Причем на соседней улице, второй Чулымской. Описание внешности нападавших полностью совпало с героями этой новости. При проверке по базам выяснилось. Первый задержанный числился в розыске по подозрению в угоне автомобиля в селе Боровое. Кражу транспорта там зафиксировали 6 июня. 8 числа мужчина попался на кражи в Ленинском районе Новосибирска, а 9-го вместе с возлюбленной стали подозреваемыми в воровстве в Октябрьском. Если следователи докажут все эпизоды, парочке грозит тюремное заключение. Но в разных колониях. А вот в столице воришка угнал патрульный автомобиль ДПС. Мужчина уже задержанный, сказал, цитирую, «черт дернул». Кража произошла среди бела дня. Два инспектора вышли из салона авто, чтобы остановить машину, которую разыскивали по ориентировке. В этот момент прохожий сел за руль патрульной «Шкоды» и поехал, куда глаза глядят. Благодаря установленному глонассы на марку вычислили и догнали коллеги инспекторов. В отношении угонщика будут возбуждать уголовное дело. Отмечу, в нашем регионе растет аварийность участия диких животных. Примечательно, но в это время года инициаторами того, что скот выходит на проезжую часть, являются грибники и ягодники. А почему, расскажу в сюжете. Разбитые фары, смятый капот, вылетевшие из стекла. Это характерные повреждения транспорта при столкновении с лосем. С начала года только на территории Кудряшевского заказника 10 фактов. Это уже много, а сезон только начинается. На сегодняшний день вот стоят мамки с лосятами. Они отелились там в мае месяце и стоят в покое. Заезжают грибники и начинают их тревожить. Они начинают ходить по всему заказнику и как результат выходят на трассы, на федеральные трассы, на Колыванскую трассу и попадают под транспортные средства, под автомобили. Ну, даже тех же самых грибников, которые их же побеспокоили. Лоси не будут стоять, если кругом грибники, шум, гам, кричат, шумят. Они уходят вглубь, 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 но все равно и вглуби наши грибники. Они их тревожат и они идут на дорогу. Этот заказник один из самых крупных в регионе, создан в сентябре 1965-го. Здесь почти 18 тысяч гектаров леса. Территория огорожена, но рядом две скоростные трассы, Северный объезд и Колыванское шоссе. На массивах, что прилегают к дорогам, все чаще появляются лесные жители. Испуганные животные выскакивают на проезжую часть и погибают под колесами. Особенно в темное время суток. Отсюда примерно километр два. Одно из самых опасных мест. Эти места оборудованы знаками. Осторожнее, дикие животные. Ограничение скорости 70 на 2 час. Ну, честно говоря, на мой взгляд, и 70 на 2 час в этом отношении многовато. Потому что животные, как правило, передвигаются в сумме, как в темноте, ночью. И увидеть его водитель может только лишь в свете фар, когда он уже появляется перед автомобилем. Нередко в таких авариях умирают и животные, и люди. Многие получают серьезные травмы. Недавно при наезде на Сахатова автомобиль виновника буквально развалился на части. С начала 2021 года на территории Новосибирской области было зарегистрировано 75 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Все факты с материальным ущербом. За аналогичный период прошлого года 46 таких ДТП. Также в 2021 году зарегистрировано 2 факта ДТП с участием диких животных, которых пострадали 3 человека. В прошлом году 1 ДТП и также 3 пострадавших. Любой заказник – это особо охраняемая территория. Все животные здесь принадлежат государству. Зайцы, лисы, даже енотовидные собаки. Эксперты ведут учет. Сейчас в области 68 889 косуль и 12 995 лосей. Когда происходят аварии, на место ДТП обязаны приехать не только инспекторы ДПС, но и охотоведы. Проверяют, стоят ли знаки, оформляют документы, решают вопросы с утилизацией тел животных. Туши, кстати, автомобилисты не имеют права забрать с собой. Так и не могут оставить место происшествия. Выплаты по ОСАГО – это полис, который обязаны оформлять все водители – покрывают ущерб нанесенной природе. Жизнь лося, кстати, оценивают в 80 тысяч рублей, а косули – в 40. Мое дело зафиксировать, дать данные в организацию свою, точные данные, номер страхового полиса, фамилия, имя, отчество, транспортное средство, время совершения ДТП, карту, схему ДТП, объяснение водителя. Я это все даю, а дальше идет работа уже административных органов. То есть дальше руководство природоохранной инспекции ведет работу, думаю, посредством управления по охране животного, ведет работу о взыскании ущерба страховой компании. Всего в регионе 24 природных заказника, и на трассах у каждого из них отмечен рост аварийности. Особо значимые участки концентрации – это у нас северный объезд, где непосредственно дорога проходит по заказнику Кудряшовский бор, и идет непосредственное примыкание лесного массива к дороге. Дорога Сузун-Черепаново, то есть там тоже у нас два заказника – Инской и заказник Сузунский, где очень часто дикие животные, в частности лось, также переходят автотранспортную дорогу, там где массивы прилегают, то есть тоже очень часто случаются аварии. Добавлю, на территории заказников запрещено заезжать на любой механической технике – мопеде, машине, квадроцикле, тракторе. Охотоведы не успевают оформлять протоколы. Кстати, уже на следующей неделе в лесах пройдут масштабные рейды. Будут выявлять водителей, которые нарушили правила и проехали в лес на транспорте. За это предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Съемочную группу программы ДПС пригласили присоединиться к проверке. Новосибирских автомобилистов проверили на наличие задолженностей. В этом рейде участвовали не только судебные приставы, но и инспекторы ДПС. С помощью специального прибора патрульные вычисляли в потоке тех водителей, у которых есть долги перед государством. Сначала полицейские проверяли их по своим базам, а затем отправляли к приставам. У автомобилистов была возможность оплатить задолженность на месте. Ну а если сумма превышала 30 тысяч рублей и водитель не мог оперативно покосить долг, его машину отправляли на штрафстоянку. В следующий раз подобное мероприятие пройдет в Новосибирске на следующей неделе. Отметим, что штраф должен быть уплачен не позже 70 дней с момента вынесения постановления. Если этого не сделать, дебюторы могут арестовать, либо приговорят к обязательным работам на срок до 50 часов. Чтобы все дороги в Новосибирской области стали ровными, региону нужно 345 миллиардов. Эту сумму готовы освоить в течение 20 лет. Так рассказали в правительстве и утвердили программу развития транспортной инфраструктуры. Благодаря такому решению регион сможет получить дополнительные субсидии из федерального бюджета. В рамках проекта развитие железной дороги, модернизация полотна на магистралях, реконструкция аэровокзала и строительство трамвайных линий. За указанный срок в области намерены построить и отремонтировать 1188 километров дорог. Добавлю, к 2030 году в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию 6 дополнительных станций метро. Кстати, в городском бюджете не хватает средств на строительство автомобильной развязки в Матвеевке. Об этом накануне рассказал мэр города. Планы построить новую дорогу появились еще в 2012 году. Специалисты даже подготовили необходимые документы. Развязка должна была появиться в рамках проекта «Академгородок-2.0». Однако к строительству так и не приступили. Дело в том, что стоимость работ около 2 миллиардов рублей. Таких денег нет ни в городском, ни в областном бюджете. Поэтому власти мегаполиса решили попросить средства из федеральной казны. Будет ли финансирование и в какие сроки, пока неизвестно. На площади энергетиков же опять образуется дорожная просадка. Инспекторы дорнодзора ГИБДД уже сообщили о проблеме подрядчику, который занимается строительством моста. И в самое ближайшее время на и так суженном участке в сторону площади труда выставят дополнительные запрещающие знаки. Не исключено, что пробка там будет еще больше. На прошлой неделе, 21 июня, журналисты ДПС уже рассказывали о неровности, которая образовалась на площади энергетиков. Просадку залили горячим асфальтом, но она появилась снова, в другом месте. По какой причине в этой части Левобережья начала проваливаться проезжая часть, пока неизвестно. Возможно, это связано с работами по строительству моста, либо с резко возросшей нагрузкой на полотно из-за заторов. Жители Жепашина негодуют из-за нанесенной разметки. Дорожники нарисовали сплошную линию на улице Солидарности, а это частный сектор. И теперь собственники строения не могут подъезжать к своим же домам, не нарушив при этом правил. Ведь пересекать такую разметку нельзя. С точки зрения закона никаких нарушений нет. Собственник дороги решил так разделить потоки. Но по-человечески наносить линию в частном секторе абсурд. Если развернуться через такую черту, чтобы подъехать к дому, водитель получит штраф от 1000 до 1500. Если обогнать попутку, можно лишиться прав на полгода или придется внести в казну 5000 рублей. Даже если одно колесо машины окажется на белой линии, владельцу авто могут выписать 500 рублей штрафа. Отмечу, собственником этого полукилометрового участка в частном секторе Пашина является мэрия. Люди недоумевают. Говорят, в департаменте, вероятно, осталась лишняя краска, раз ее потратили на разметку на двухполосной улочке. У каждой дороги в регионе есть гарантийный срок. Если на проезжей части появляются неровности или тротуары приходят в негодность раньше установленной даты, компания, которая строила или же ремонтировала, магистраль обязана устранить недочеты за свой счет. За выполнением обязательств следит собственник областных трасс, территориальное управление автодорог. На данный момент ведомство ведет контроль за 250 объектами. Строительство или ремонт магистрали начинается с заключения контрактов и составления проектов. На этом этапе подрядчик прописывает в документах каждый элемент дороги, проезжую часть, тротуары, бордюры, ливневки, ограждения и дорожные знаки. После окончания работ и перед введением объекта в эксплуатацию, строительные компании подписывают гарантийный паспорт, где указаны все случаи, в которых необходимо будет экстренно заменить какой-либо элемент. Гарантия распространяется не только на дорожное полотно, но и на знаки, барьерные ограждения, тротуары и многое другое. Самое распространенное нарушение – это износ горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, которая за год истирается. Потом еще много замечаний. У нас по коррозии на элементах технических средств организации дорожного движения – это знаки, барьерное ограждение, то есть метизы на барьерном ограждении, коррозия появляется, пропетное ограждение, перильное. Ну вот такие замечания. Значит, по дорожным знакам бывает разрушение дорожных берм после весеннего паводка. То есть, ну вот такие гарантийные, незначительные. Срок гарантии зависит от типа конструктива. К примеру, сроки для дорожной одежды определяют, исходя из интенсивности движения. В среднем от 3 до 6 лет. Гарантия на дорожные знаки действует от 5 до 10, в зависимости от износа светоотражающей пленки. Каждую весну ТУАД проводит обследование всех гарантийных дорог. В этом году специалисты выявили 168 нарушений. Замечания получили 75 объектов. Это примерно 29% от общего числа. Для подрядчиков, которые некачественно выполнили работы, предусмотрены штрафные санкции. Нами выдается предписание на устранение определенный срок. Если срок подрядная организация не выполняет, у нас контрактом предусмотрены штрафные санкции. В соответствии с суммой контракта, ну они варьируются. И если подрядчик вообще отказывается от выполнения, мы идем в суд. И в судебном порядке суд обязывает его выполнить эти обязательства. Если он совсем не хочет выполнять обязательства, тогда мы, значит, ГКУ институат, если уже по суду не получается, ни почем не получается, мы выполняем эти работы и сумму затрат через суд выставляем на подрядную организацию о возмещении этих затрат. У каждой подрядной организации есть свой рейтинг. Он может существенно снизиться, если компания вовремя не устраняет недочеты или отказывается делать это за свой счет. В дальнейшем с такими подрядчиками заключать контракты не станут. Претензии к подрядчику могут возникнуть не только во время или после ремонта, но и до начала работ. Некоторые неопытные компании переоценивают свои возможности и нарушают установленные требования еще на этапе согласования проектов. И тем самым затягивают сроки исполнения работ. К примеру, плановый ремонт в районах области может начаться на полгода позже установленной даты из-за недобросовестных проектировщиков. Подробности в следующем сюжете. Чтобы отремонтировать или построить новую дорогу, для начала территориальному управлению автодорог необходимо найти подрядчика. Заключить контракт с любой понравившейся компанией не получится. Ведомство действует в рамках федерального закона номер 44. Это значит, что заявка на выполнение работ размещается в единой информационной системе. Там потенциальные подрядчики могут ознакомиться с требованиями и начальной максимальной стоимостью. Затем проходит конкурс или аукцион, где выбирают компанию, которая готова за меньшее средства предоставить качественный ремонт. После заключают контракт. И в установленные сроки подрядчик должен предоставить проектно-сметную документацию. Проблемы могут возникнуть уже на этом этапе. Недобросовестные компании частенько не успевают подать документы, либо неправильно их составляют, а значит не могут вовремя приступить к работам. В основном многие проекты выполняются с срывом сроков сдачи работы. То есть самый большой срок сейчас на данный момент у фирмы «Пикет», это город Омск, просрочка составляет 212 дней. Сумма предъявленных штрафов и пени составляет порядка 73 тысяч рублей. Есть ряд других организаций, которые допустили срыв сроков сдачи работы. Это «Арди Инжиниринг», «Санкт-Петербург» и «ОО Капитель», город Новосибирск. Также стоит отметить, что есть организации, которые выполняют работы ответственно, с соблюдением контрактов, в том числе и сроков, и с надлежащим качеством. Это «Роснасталпроект» и «Общество с ограниченной ответственностью» на «Сибирске проторгии». ТОАД контролирует все проектные организации. С подрядчиками регулярно проходят совещания в очной форме и в виде видеоконференции. Если специалисты видят, что компания близка к срыву сроков исполнения работ, то направляют ей уведомления. При нарушении условий контракта, при существенном, уже применяются штрафные санкции в соответствии с слоем контракта, в виде направления претензий с рассчитанной суммой пени и штрафов. В том числе управлением направляются письма в банки гаранты с взысканием суммы. То есть у нас уже в этом году есть несколько прецедентов, где банки гаранты компенсировали стоимость за проектную организацию. Управлением направляются также письма в саморегулируемые организации для применения мер дисциплинарного воздействия на проектную организацию, членом которой они являются. Также направляются в прокуратуру письма для применения мер прокурорского реагирования. И одно из новшеств, которые мы используем в нашей работе, это использование социальных сетей. Это значит, что на официальном сайте Туада и на странице в Инстаграм размещают информацию о срыве сроков исполнения работ, указывают название организации и количество дней просрочки. Такой метод начали использовать только в этом году, но он уже доказал свою эффективность. Как только компании видят свое название на виртуальной доске позора, сразу стараются исправить все недочеты, чтобы восстановить доверие. 85 лет назад, 3 июля, образовалась служба ГАИ. Тогда работали только несколько правил. Цитирую. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка извозчику, извозчик автомашине, а автомашина общего назначения всем машинам специального назначения и автобусу. О том, как менялась служба ДПС, расскажем и покажем в сюжете. Большой полк, отдельный батальон и целое управление. В общей сложности 2,5 тысячи сотрудников ДПС. А в 1936 году в Новосибирске было 2 инспектора, и они работали в ручном режиме. День рождения ГАИ – это их праздник. Даже в такой день у инспекторов нет выходных. Постоянная работа и профилактические мероприятия дают свои плоды. По итогу прошедших 6 месяцев снизилось количество ДТП и упали показатели летальных случаев. Поздравляю вас с 85-летием ГИБДД. Желаю успехов в работе по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Мужество и бесстрашие перед лицом опасности. Уважительного отношения от коллег, водителей и пешеходов. Спасибо вам за добросовестный труд и преданность своему делу. Пусть на службе всегда рядом будет верное плечо товарища, а в семье надежный тыл. Будьте здоровы и счастливы. Сейчас ГИБДД, тогда ГАИ. В структуре инспекции было около сотни сотрудников. Передвигались в основном на Волгах. Мотоподразделения на Уралах с люльками. Да и вооружались тогда не только пистолетами. Приходилось использовать автоматы. И нам одного человека саму надавали. Так как там каждый день были задержания, ломали. Ну то есть это было серьезно все. На самом деле приходишь на работу и не знаю вернешься или не вернешься с этой работы. Это была стрельба, каждый день был. Каждый день стрельба, гонки, преследования. Это интересно конечно, но азарт еще молодой был. Я могу рассказать в случае такой неприятный. Солдаты, срочники угнали в машину Урал. Представляете, Урал машина грузовая, большие колеса. Автомат у нас был АКСУ, коротенький, с прикладом. То есть, чтобы задержать этот транспортный средств, только пистолет он не возьмет, стреляли с автомата. Ну так получилось случайно, вот на улице Техническая, это где вот Коминтерна, тюрьма где, там улицы узкие, стреляли один. Ну то есть, перекрестный огонь был и ранили другого. Ну то есть, рикошетом в грудь. Ну вы знаете, я думаю, что им сейчас легче технически работать. Это понятно, потому что сейчас даже, я вспоминаю, как разбирала дорожные происшествия, не было никаких ни камер, ни навигаторов, ни каких-то других видеосъемок. Конечно, в этом плане легче. Легче то, что у нас был один эксперт на весь город, например. И что-то там, когда мы проводили экспертизу, чуть ли не на коленях надо было упрашивать, чтобы он быстро провел экспертизу, потому что у нас срок был всего 10 дней на это. За время существования отдела дорожной полиции многое изменилось. К работе активно привлекают различные ведомства, общественные организации и средства массовой информации. Особое внимание уделяют детям. С ними проводят профилактические беседы и конкурсы. Спасибо вам за нелегкую, очень важную и необходимую людям службу, за сохраненные человеческие жизни, за повседневную помощь участникам дорожного движения, за ответственность и добросовестность при исполнении служебного долга. Отдельная благодарность ветеранам, которые посвятили себя нелегкой, благородной работе в ГИБДД, которые по-прежнему принимают активное участие в нашей жизни. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, успехов в служебной деятельности. С праздником! Первые регулировщики движения появились еще в царской России, когда даже машин не было. Ездили на повозках. Каждому извозчику Новониколаевска присваивался номер. Были и правила движения. Не обгонять тех, кто справа, и не превышать скорость в 15 км в час. Инспекторы следили за состоянием повозки ямщика. Они имели право выписывать штрафы и конфисковывать такую повозку. Уже через 7 лет богатейший купец Маштаков купил первый в городе автомобиль. На эту машину номеров не оставили. Служба в ГИБДД нелегкая, но важное и нужное в обществу дело. И вы всегда с достоинством выполняете долг перед государством и гражданами. Безопасность, порядок на дорогах – задача многогранная. Важно не только фиксировать нарушения, а предупреждать их, воспитывать культуру поведения всех участников движения. Не сомневаюсь, что к выполнению этих задач вы подойдете с максимальной ответственностью. Будете показывать примеры профессионализма, собранности и личной порядочности. В этот праздничный день желаю вам, вашим родным, близким, крепкого здоровья, профессиональных успехов, спокойствия на дорогах и личного счастья. Табличку с цифрами присвоили лишь в 2020 году. Тогда вышел декрет Ленина о дорожном движении. Он обязывал водителей соблюдать ПДД и иметь при себе документы. Там же были описаны требования к состоянию транспорта, его регистрации и номера. Машины ставили на учет вручную, а состояние транспорта инспекторы проверяли, устраивая тест-драйвы. Уважаемые сотрудники, ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения, поздравляю вас с юбилеем, 85-летием образования Госавтоинспекции. Это праздник всех, кто достойно несет нелегкую службу по обеспечению порядка на дорогах Новосибирской области, снижению количества ДТП, сохранению жизни и здоровья водителей и пешеходов. Предупреждение нарушений, повышение культуры участников дорожного движения – важнейшая задача для всех уровней власти, для всего общества. Сотрудники Госавтоинспекции вносят самый весомый вклад в ее решение. Благодарю вас за добросовестное выполнение долга. Желаю успехов в работе, без аварий на ваших участках, здоровья и всего самого лучшего вам, вашим родным и близким. С праздником! Сегодня ручной труд выясняет техника, на трассах камеры, в отделах электронная очередь, запись к инспекторам через интернет. Соответственно, экипажи заняты делом, обеспечивают безопасность на улицах. Именно поэтому в Новосибирске становится меньше летальных случаев. Сотрудники ГАИ мечтают, к 31-му году статистика по ДТП с погибшими снизится до нуля, как раз в канун 95-летия службы ДПС в мегаполисе. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с 85-летием со дня образования Госавтоинспекции. На протяжении всей истории существования службы ее сотрудники проводят активную политику по обеспечению безопасности на дорогах страны, реализуя масштабный комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий и нарушений. В условиях роста количества автотранспорта и интенсивности дорожного потока сотрудники ГИБДД эффективно и оперативно выполняют возложенные на них функции по снижению уровня аварийности. Профессионализм, ответственность, компетентность – все эти качества позволяют им успешно справляться с поставленными задачами. Подразделение ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области также славится своей историей и традициями. Гордится своими сотрудниками, из которых 38 награждены государственными наградами. Убежден, что и в дальнейшем личный состав продолжит достойно и добросовестно нести службу. Особую признательность хочу выразить ветеранам, посвятившим многие годы службе в госавтоинспекции. Вы и сегодня находитесь на передовой, продолжаете вносить неоценимый вклад в развитие подразделения, делясь своим бесценным опытом и профессиональными знаниями с молодыми сотрудниками. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха в службе на благо Отечества. С праздником вас! На этом итоговый выпуск программы ДПС подошел к концу. Присылайте в редакцию свои истории, вопросы и, конечно, видеозаписи. Обязательно покажем их в ближайших выпусках. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте правил и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...